Главная площадь Одинцова – это не просто центр города, но и сердце всего района. Сюда приезжают на праздники жители всех поселений муниципалитета. Поэтому интересно здесь должно быть и малышам, и подросткам, и взрослым, и представителям старшего поколения. Сделать центральную площадь максимально привлекательной для каждого – основная задача реконструкции. Понимаем, что делать площадку для всех детей невозможно, вы никогда не угадаете. Всегда есть разбивка на возраст. Так традиционно сложилось, что на сегодня практически большинство российских городов охватывает детскими площадками максимум возрастом до 10 лет. Дети, которым старше, так называемые тинейджеры, им уже там неинтересно. Наш ответ был на это – это создание зоны воркаута и скейтпарка. То есть это как раз те виды спорта, те виды активности, которые с удовольствием притягивают к себе подростков. Таким образом, удастся и сохранить малоархитектурные формы на площадке для малышей и занять подростков. Скейтпарк и зона воркаута появятся рядом со стадионом, который также будет реконструирован. Но при этом горожанам придется распрощаться с теннисным кортом и хоккейной коробкой, расположенными по соседству. Статистика, на которую опирались авторы проектного предложения, показывает – эти объекты не востребованы, поэтому рациональнее организовать на их месте парковку. Та же участь ждет и детскую площадку у волейбольного центра. Это такое очень мучительное решение было, замещение там парковки. Мы старались его компенсировать, скажем так, его самим решением. То есть это будет с максимальным количеством, возможно, максимальным, даже с ущербом на количество машин и мест, озеленение. То есть там и с деревьями, где существующие удастся просто в решетку разместить и газонов, и пешеходных дорожек. Две детские площадки, которые сейчас находятся на центральной площади, после реконструкции объединятся в одну. Она будет учитывать интересы детей разных возрастов и расположится в геометрической середине парка, в районе Стеллы, посвященной 2000-летию Рождества Христова. Работы в этом месте уже начались. Будет гораздо больше, чем вместе взятых сейчас две площадки малотектурных форм, нового качества. Здесь будет четкое зонирование по возрастам, то есть малыши, там до 5-6 лет, и до 10 лет остальная аудитория. Также там будет сохранено все озеленение. Надо сказать, что качество закупаемого оборудования для игр, оно будет на уровне того, что находится сейчас на Лазутинской трассе. То есть оно закреплендовалось все очень хорошо, качественно, выдерживает действительно несколько лет эксплуатации, еще прослужит несколько лет. Скоро одинцовцы смогут посмотреть на любимый город под новым углом. В центре появятся объекты, по крыше которых можно будет ходить. Остров Баранки соединят с берегом, мостиком, приведут в порядок и сам водоем. Мы знаем, что сегодня ступени, когда идешь с площади, находятся не очень в удовлетворительном состоянии. И есть предложение, конечно, их не только сделать в новых материалах, но и придать им новую функцию. Как, например, деревянный декинг. А также рассмотреть прилегающие берега, просто улучшив их эстетическую часть. Реконструкция центра города Одинцова будет проходить в несколько этапов. Первый уже начался. В его рамках число городских достопримечательностей пополнится аллея искусств с фигурками животных. Завершатся работы на детской площадке и в экстрим-парке. Окончательное же превращение центральной площади в парк отдыха произойдет в 2018 году. Евгения Августина, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова.